20.00 по времени Астаны. Вы смотрите вечернюю информационную программу на телеканале Хабар 24. Я Сергей Гергель и мои коллеги готовы рассказать о событиях в стране и мире. Добрый вечер. Жестко реагировать на рост цен будет Министерство национальной экономики. Об этом заявил глава ведомства Тимур Сулейменов в кулуарах Мажелеса. Депутатам сегодня представили проект нового трехлетнего бюджета. В нем предусмотрены все необходимые средства и для обеспечения роста доходов населения, и для повышения качества жизни казахстанцев. Рост зарплат не должен негативно отразиться на ценниках в магазинах, подчеркнул министр нациоэкономики, обращаясь прежде всего к представителям бизнеса. Жанна Радулатова продолжит тему. В этом году бюджет имеет особое значение, ведь учесть нужно все поручения послания президента. Если в 2019 году расходы составят 10 триллионов 700 миллиардов тенге, то в 2020 и 2021 годах они уже будут превышать 11 триллионов. При этом больше всего денег, почти 50% заложенных средств, потратят именно на социальный блок. Новый трехлетний бюджет надежно сбалансирован как с финансовой, так и с социальной точки зрения. В нем предусмотрены все необходимые средства и для обеспечения роста доходов населения, и для повышения качества жизни наших граждан. И теперь главное, необходимо обеспечить эффективное освоение всех выделенных бюджетных средств, чтобы каждый ТИИН целенаправленно работал на экономику страны и тем самым обеспечивал рост благосостояния и качество жизни наших казахстанцев, как того требует президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев. Так, из бюджета только в 2019 году огромное количество денег уйдет на повышение минимальной зарплаты, решение проблем трехсменных и аварийных школ, доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Не забыли и об обеспечении качественным и доступным жильем населения страны, улучшении региональной и городской инфраструктур. Чтобы средств хватило на все сферы экономики, правительство Казахстана за три года потратит из нацфонда 6,7 триллионов тенге. Наша задача – выполнение всех принятых социальных обязательств при любой экономической конъюнктуре. К слову, ограниченное использование средств национального фонда, а также рост цен на нефть уже в текущем году приведет к досрочной стабилизации активов фонда. Повышается зарплата, растут цены. Такой тенденции, пожалуй, никого уже не удивишь. Однако на этот раз, как заверил министр нациоэкономики Тимур Сулейменов, проблему попытаются предотвратить. Бизнес так или иначе должен проявить социальную ответственность. В противном случае предпринимателей будут штрафовать. Если резко будут расти цены, мы со своей стороны, как уполномоченный орган в лице нашего ведомства Комитета по революции и монополии защиты и конкуренции, будем жестко реагировать. Если мы увидим резкий необоснованный рост цен, сговор, картель, согласованные действия, мы будем реагировать, предпринимать меры. Тем временем депутаты недоумевают, почему ежегодно из государственного бюджета почти 11 миллиардов тенге тратят на различные социальные и аналитические исследования. По мнению мажорисменов, некоторые из них не имеют практической ценности и повторяются из года в год. Такого нерационального использования бюджетных средств государство, особенно сейчас, позволить себе не может. Например, у Министерства здравоохранения не первый год продолжается исследование, связанное с формированием навыков здорового питания. Министерством культуры и спорта уже шестой год заявляется исследование о роли интеллигенции в обществе. Причина такого положения, на мой взгляд, заключается в том, что никто не требует, чтобы результаты таких исследований были измеримыми и, главное, имели бы прикладное значение. Закладывать бюджетные средства из года в год, как вы сказали, только потому, что есть такой госзаказ. Но мы и формируем с вами этот госзаказ, давайте уберем его. Нам, наверное, нужно прекратить вот это излишнее привлечение внешних займов, особенно на такие затраты. В том числе это касается вот этих непонятных социологических, аналитических исследований. Традиционно заложенный госзаказ. Ну что за ответ? Традиционно заложенный госзаказ. Давайте нарушим эту традицию. 600 миллиардов тенге потратит Национальный банк на финансирование агропромышленного комплекса и поддержку малого и среднего бизнеса. Половина этих денег будет взята из ЕНПФ. Определены 4000 проектов по разным секторам. Обсуждали проект бюджетом, ожили смены больше двух часов, после чего с учетом высказанных пожеланий одобрили. Документ направили на утверждение в Сенат. Он вступит в силу, когда его подпишет президент Нурсултан Назарбаев. Жанар Дулатова, Жандос Бетабаров, Хабар 24, Астана. Работникам промышленных предприятий Восточного Казахстана повысят зарплату. Ее в регионе планируют увеличить от 3 до 20%. Об этом на брифинге в Усть-Каменогорске договорились главы крупных компаний региона. Их также поддержали представители малого и среднего бизнеса. За столом переговоров капитаны большого бизнеса. Вчерашние конкуренты сегодня совместно обсуждают инициативу главы государства о повышении минимальной оплаты труда. Финансово поддержать своих работников бизнесмены решают единогласно. Свободные средства на все это есть. В прошлом году промышленники региона на реализации выпущенной продукции заработали больше миллиарда тенге. С 1 января 2019 года на 24 крупных промышленных предприятиях Восточного Казахстана повысят оплату труда. Впрочем, это самое повышение уже ощутили работники автосборочного завода Усть-Каменогорска. В этом году их зарплата возросла на 20%. Существенные резервы для поднятия зарплаты сотрудникам у отечественных автогигантов имеются. Мы уже повысили заработную плату на 20%. И на сегодняшний день средняя заработная плата составляет 226 тысяч тенге. При этом минимальная заработная плата в нашей компании составляет 94 тысяч тенге. За 9 месяцев 2018 в Казахстане выпустили больше 22 тысяч автомобилей. Это на 70% больше, чем в году предыдущем. Параллельно росту производительности на автозаводе Усть-Каменогорска увеличили оплату труда. Раньше я получал неплохо, раньше я получал 150 тысяч в месяц. Это как бы считается высокой зарплатой в нашей стране. А сейчас я получаю 180 тысяч. Это, конечно, улучшило мой проживший минимум, улучшило мою жизнь. Теперь я могу откладывать больше денег. На 57 промышленных предприятиях Восточного Казахстана еще получают минимальную зарплату. А уже в следующем году зарплатный фонд на заводах и фабриках увеличится до 20%. Вячеслав Петлугин, Аслан Тулепов и Роман Родионов. Усть-Каменогорск, Хабар-24. К другим темам. Миротворческой деятельности Казахстана уже 18 лет. За это время наши военнослужащие участвовали в операциях по поддержанию мира и безопасности в разных странах. Сегодня казахстанские десантники прибыли в Ливан. Цель и задачи нашего контингента на территории Ближнего Востока выяснял мой коллега Артем Петров. В программе Актуально. 120 казахстанских десантников отправились в Ливан для выполнения миротворческой миссии. Они уже высадились на территории иностранного государства и готовы к выполнению поставленных задач. Отправку казахстанских военнослужащих на Ближний Восток одобрил лично Верховный Главнокомандующий. Это актуально. Здравствуйте. Ранее Нурсултан Назарбаев в обращении к Совбезу ООН заявил, что Казахстан намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН. То есть сегодняшняя отправка нашего контингента в Ливан – это абсолютно взвешенное решение, которое, по мнению главы государства, внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности. В главы государства подписан закон Республики Казахстан о ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Индия, о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане. Для того, чтобы эта миротворческая миссия стала возможной, в нашей стране провели действительно колоссальную работу. Пока депутаты разрабатывали соответствующий закон, наши военнослужащие усердно готовились к жесткому отбору. Добровольцев было более чем достаточно, однако в состав роты «Голубых Казах» попали всего 120 человек. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа, отработаны все организационно-правовые аспекты, изучено место дислокации, особенности зоны ответственности, традиции и быт местного населения, возможные риски действий миротворцев на случай эскалации. Согласно мандату ООН, миротворцы в Ливане выполняют следующие функции. Патрулирование местности, организация наблюдательных постов, соблюдение прекращения огня, анализ оценки обстановки на месте, оказание различной помощи ливанским военнослужащим. К слову сказать, в соответствии с законом о миротворческой деятельности, каждому участнику миссии заработная плата выплачивается в трехкратном размере. Также предусмотрена отдельная материальная помощь в случае ранения. В нашем национальном законодательстве эти вопросы регламентированы в законе о воинской службе и статусе военнослужащих, а также в законе о миротворческой деятельности, в котором предусмотрены выплаты в зависимости от степени их тяжести, если назвать размер от полумесячного денежного содержания до пятилетнего денежного содержания. Впрочем, все миссии ООН носят исключительно оборонительный характер, и в случае применения оружия участие в боевых действиях строго регламентированы, как в рамках международного права, так и документами ООН. Другими словами, в перестрелках миротворцы участвуют все реже. Только за последний год число миротворцев, погибших при выполнении своей миссии во всех горячих точках мира, сократилось на 43%. К этой миссии наша рота шла очень долго, на протяжении 5-7 лет. Главная задача нашей миссии – получить реальный опыт в миротворческом направлении. Отбор был очень тяжелым. Высокие психологические и физические нагрузки, отработка упражнений на случай возникновения тех или иных инцидентов, которые смогут случиться. Все это мы отрабатывали на протяжении этого времени в нашем учебном центре. Некоторые военнослужащие не прошли психологические тесты и их отстранили от миссии. В соответствии с договоренностями продолжительность совместного развертывания составляет одну ротацию, срок которой составляет 6 месяцев. В связи с оперативной ситуацией, также ситуацией с материально-техническим и тыловым обеспечением, срок одной ротации может измениться. К слову, вместе с первой ротой казахстанских миротворцев в Ливан отправилась и наша съемочная группа телеканала «Хабар-24». Поэтому ждем от наших коллег самых оперативных данных и, конечно же, желаем благополучного возвращения. Это актуально. До встречи. Вместе с казахстанскими миротворцами в Ливан сегодня прибыли журналисты телеканала «Хабар-24». На протяжении недели наша съемочная группа будет находиться рядом с военнослужащими и подробно расскажет о первой миротворческой миссии в этой ближневосточной стране. Наши миротворцы в Ливане. Точнее, в населенном пункте Марджайюн. Утром в борт из Казахстана приземлился в аэропорту Бейру. Там наши корреспонденты сообщили, что после подробного инструктажа они отправились в местность Марджайюн. Это южная часть страны. Там дислоцируется индийский контингент вооруженных сил, в составе которого и будут располагаться наши миротворцы. Первый день получился ознакомительным. Вновь прибывших обучали распорядку дня, объяснили, как вести себя во время внештатных ситуаций. Подробный репортаж наших коллег из Ливана вы сможете увидеть в самое ближайшее время. Российские военные и представители ООН провели инспекцию постов в демилитаризованной зоне в районе Голландских высот. Это спор на территории на границе Сирии и Израиля. Как сообщил представитель вооруженных сил России, несколько лет назад большинство постов со стороны сирийской границы, а их насчитывалось около 50, захватили боевики и разрушили. Представители ООН тогда покинули эти участки, а радикалы превратили посты в цеха для сборки взрывных устройств. Там же лечили раненых террористов. Выбить экстремистов оттуда удалось недавно. Ожидается, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризованной зоне начнется в январе 2019 года. Рост ВВП Еврозоны достиг рекордно низкого показателя за последние 4 года, составив всего 0,2%. Об этом сегодня сообщило Европейское статистическое агентство Евростат. По его данным, результаты оказались ниже всех ожиданий и прогнозов. Главной причиной снижения экономической активности эксперты назвали замедление роста итальянской экономики и снижение промышленного производства в Германии. Подробнее в ситуации в Европе расскажет моя коллега Женя Оразымбетова. Женя, какие прогнозы и все ли так плохо, как кажется на первый взгляд? Да, прогнозы неутешительны. Эксперт опасается, что сценарий развития событий в Европе в 2011 году может повториться. Подробнее об этом я расскажу через пару секунд. Европейские инвесторы и бизнесмены бьют тревогу. Данные о динамике ВВП в зоне евро оказались хуже всех ожиданий. Экономический рост замедлился до 0,2%. Это рекордно низкий показатель за последние 4 года. Согласно данным Евростат, в годовом исчислении динамика ВВП также серьезно снизилась. 1,7% для еврозоны и 1,9% для ЕС. Теперь Европейский Центробанк прогнозирует подорожание жизни в Евросоюзе. По данным регулятора, ключевые ставки сохранятся на их текущих уровнях. По крайней мере, до конца лета следующего года. Замедление роста экономики может спровоцировать Европейский Центральный Банк прекратить стимуляцию покупок активов в декабре. Несмотря на то, что это пока промежуточные цифры, тем не менее, стоит признать, что экономический импульс ослаб. Главная причина замедления роста экономики – Италия и ее нулевой рост ВВП. Разногласия по поводу итальянского бюджета на 2019 год дают о себе знать. Еврокомиссия уже обратилась к Риму с требованием решить проблему до 13 ноября, объясняя это тем, что большой госдолг страны сулит большие проблемы для всей еврозоны. Замедление роста ВВП было предсказуемым. Именно поэтому правительство, вопреки позиции Брюсселя, добивается увеличенного дефицита бюджета на следующий год, чтобы стимулировать итальянскую экономику. Есть риск повтора долгового кризиса еврозоны 2011 года, когда резкий рост доходности облигаций привел к сокращению кредитов. В четвертом квартале может разразиться рецессия. Италия движется прямо в стену. Удар будет жестким. В меньшей степени эксперты винят Германию с ее промышленными проблемами, в частности, снижение автопроизводства. После введенных в ЕС стандартов сертификации автомобилей на вредные выбросы, немецкие автопроизводители вынуждены сбросить обороты и перестраиваться под новые правила. Помимо опасений повтора кризиса 2011 года в Европе, инвесторы боятся, что ситуация в четвертом квартале ухудшится на фоне нестабильной ситуации в мире в целом, а также в самой Европе. Речь идет не только о торговых войнах, тарифах и протекционизме, но и Brexit. А теперь еще и скорая смена власти в Германии. Эти данные свидетельствуют о том, что жесткая внешнеэкономическая политика президента США Дональда Трампа, неопределенность Brexit, а также разногласия по поводу бюджета Италии привели к значительной потере импульса роста экономики для стран Еврозоны. И это несмотря на благоприятные внутренние условия стран в целом. Такова ситуация в Еврозоне. Мы продолжим следить за развитием событий. Женя, но все-таки каковы последствия таких изменений в росте ВВП Еврозоны? Пока однозначно можно сказать только то, что после опубликованных данных курс евро к доллару резко снизился. Спасибо, Женя, за обзор. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дает высокую оценку финансовой стабильности крупнейшего отечественного оператора связи компании «Казахтелеком». Эксперты отметили уверенный уровень долговой нагрузки и высокую ликвидность. В свою очередь, это хороший сигнал для зарубежных кредиторов и крупных инвесторов, которые всегда ищут возможности выгодного вложения капитала. Укрепление кредитного рейтинга «Казахтелеком» на уровне BB+, с прогнозом стабильный, в первую очередь, связано с сильным операционным профилем компании. Финансовые показатели демонстрируют уверенный рост. За 9 месяцев текущего года доходы ведущего оператора связи увеличились на 3%, а уровень рентабельности на 2%. Аналитики уделили очень большое внимание нашему совместному предприятию «Стеледва» в мобильном сегменте. Доля рынка совместного предприятия уверенно растет и составила 26,6% в первом полугодии 2018 года. За последние три года количество абонентов «Казахтелекома» на рынке мобильной связи увеличилось более чем в пять раз и достигло почти 7 миллионов человек. Уверенный рост также наблюдается на рынках широкополосного доступа в интернет и платного телевидения. Уровень кредитного рейтинга – это результат работы всей компании по всем направлениям. И мы, «Казахтелеком», продолжим работу по всем этим стратегическим направлениям. При этом компания будет уделять повышенное внимание финансовой устойчивости, тем самым обеспечив долгосрочный рост. Международные эксперты не обошли вниманием и масштабный проект по строительству оптиковолоконных линий связи в сельских населенных пунктах, который компания планирует реализовать по программе ГЧП. Оскар Сергалеев, Радик Джакупов, Алматы, Хабар-24. Ветрау началось сооружение газохимического комплекса. Работы разделены на два этапа. На первом будет построен завод по выпуску полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. На втором – завод по выпуску полиэтилена объемом 1 миллион 250 тысяч тонн. Дача в эксплуатацию намечена на 2021. Одновременно идет создание инфраструктурных объектов, которые будут обслуживать производство. В первую очередь, это строительство газотурбинной станции мощностью 310 мегаватт и установки водоподготовки и очистки воды. Уникальность газохимического комплекса в том, что такого производства нет на территории ближнего зарубежья, поэтому продукция экспортоориентированная. После обеспечения потребностей Казахстана в полимерах, ее будут отправлять на рынки стран Восточной Европы и стран Центральной Азии. В период строительства газохимического комплекса создадут 10 тысяч новых рабочих мест. Отмечу, возводится комплекс на территории специальной экономической зоны, Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, где уже открыты несколько производств. Объем инвестиций на текущий месяц составляет 386 миллиардов тенге. Объем производства составляет 6,8 миллиардов тенге. Создано постоянных рабочих мест порядка 500. На этапе строительства создано 1300 рабочих мест. На данном месте зарегистрировано 15 участников, 4 из которых активно развивают свою деятельность. В приорале определили имена победителей второго конкурса бизнес-идеи «Байконер-стартап» среди молодых предпринимателей. В этом году заявки на участие подали около 120 человек. Главным критерием выбора лучших инновационных проектов стали оригинальность, рентабельность и возможность реализации проекта в области. Тему продолжит мой коллега Лебек Байшуленов. Особое внимание комиссии и конкурса привлек признанный лучшим инновационный проект молодого предпринимателя Дастана Айтбая. При реализации его проекта это изобретение спасет тысячи жизней. Как считает новатор, специальные датчики в наушниках мобильных устройств позволят избежать несчастных случаев на авто и железных дорогах, в которые по статистике так часто попадает молодежь. Стоимость одного наушника составит 1500-2000 тенге. В устройстве вставляется датчик, в телефон скачиваются специальные мобильные приложения и с помощью функции «Безопасность» датчик с 15 метров реагирует на любые предупредительные сигналы, сирены, звуки. В этот момент, к примеру, музыка автоматически выключается. По итогам второго конкурса «Байкомерс Стартап» отмечены 70 креативных бизнес-идей. Как отметили организаторы, основная цель – мероприятие, стимулирование и создание условий молодым предпринимателям. Проект «Бастау-бизнес» дает возможность молодым предпринимателям бесплатно обучиться в ведении бизнеса. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства они могут претендовать на безвозвратный гарант в 3 миллиона тенге. В 2018-2020 годы в Казалардинской области объявлены трехлетием развития массового предпринимательства. Как отметили специалисты, на реализацию программ специальной дорожной карты выделено более 32 миллиардов тенге. 3 миллиарда из них направлены на стартап-проекты. Олибек Большуленов, Аль-Хайдар Турлыханов, Казалардинская область, Хабар, 24. О развитии регионов сегодня поговорят в программе «Круглый стол». Его участники сейчас готовятся к эфиру. В гостях у Рахима Ашакбаева, Альберт Рау, депутат Мажелиса и Даурен Жамбайбек, руководитель департамента регионального развития Министерства нациоэкономики. Начало интересной дискуссии уже через несколько минут. А прямо сейчас продолжим новости. В Туркестане появится международный аэропорт. Место под строительство уже выбрано. Осталось дождаться доработки проекта. Об этом на пресс-конференции сообщил Аким Туркестанской области Жанси Туймибаев. Он отчитался о проделанной за 9 месяцев работе и поделился планами на будущее. Рауль Габитов расскажет подробнее. Туркестанская область – самая густонаселенная в стране. Почти 2 миллиона человек. Демографический бум привел к нехватке школ. В регионе 902 средних учебных заведения. 12 из них аварийные и 10 трехсменные. В ближайшее время эта проблема решится, пообещал глава региона. В нашей области высокая рождаемость. Численность населения растет, и мы стараемся успевать. Справляемся с работой. На территории региона более 260 саманных школ, которые стареют из года в год. Эти объекты необходимо обновить. Мы работаем над этим. Вопрос с аварийными и трехсменными школами планируем решить в следующем году. Однако в 2019 году население также продолжит расти, а школы будут стареть. Их мы будем ремонтировать поэтапно. Статус областного центра повлиял на приток новых жителей. Два месяца назад в Туркестан переехали около тысячи госслужащих. Число приезжих продолжает расти. Впрочем, количество домов в городе ограничено. И обзавестись крышей над головой удается не всем. Этот вопрос также на контроле Акимата. По программе 7.20.25 в Туркестане началось строительство шести многоэтажных домов на 336 квартир. В эксплуатацию объекты будут сданы в 2019 году. А в следующем месяце будет готов дом на 32 квартиры. В целом по области идет строительство 73 многоэтажек. Особое внимание в своем отчете Жанцы Тюмебаев уделил аграрному сектору. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем сельхозпродукции в регионе вырос на 3,8% и заставил 374 миллиарда тенге. Увеличено и поголовье домашнего скота, благодаря чему почти на 7% вырос объем мясной продукции. В этом году мы собрали рекордный объем урожая, овощей и бахчевых 2,7 миллионов тонн. Более 500 тонн мы отправили на экспорт в Россию, Белоруссию, Латвию и Германию. Почти миллион тонн отправили в северные регионы нашей страны. В Туркестане запланировано строительство международного аэропорта. Местные власти уверены, что воздушная гавань поспособствует увеличению потока туристов. Проводятся подготовительные работы, это геология земли, проектно-строительная документация, технические задания. И в ближайшем будущем мы начинаем строительство нового международного аэропорта города Туркестан. Туркестан. Примерно аэровокзал будет представлять себе современный комплекс и будет обеспечить 500 пассажиров в час. Аэропорт будет представлять масштабный комплекс и обслуживать порядка миллиона пассажиров в год. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар, 24, Туркестан. Туркестан имеет все шансы стать духовным центром тюркского мира. Туристический потенциал региона огромен. Для привлечения паломников в области открыты специальные маршруты по святым и священным местам. Помощь туристам разрабатывают мобильное приложение. На 35 объектах уже установлены QR-коды, используя которые можно получить интересную информацию. Буквально недавно Туркестан посетил миллионный турист. По сравнению с прошлым годом, рост составил 57%. Ожидается, что к 2025 году регион сможет привлечь до 5 миллионов посетителей. Два труда тюркоязычного мира презентовали в библиотеке первого президента. Пятитомник Жамик Атауарих, Рашид Аддина, а также двухтомное издание Зигзал Бекасыла Бибалатулы. Они изданы Международной Тюркской Академией в рамках программы главы государства 100 выдающихся личностей тюркоязычного мира. Почему эти труды важны и интересны, в нашем следующем материале. Жамик Атауарих принадлежит Перу Рашида Аддина, который был при дворе государства Ильханов, основанного внуком Чингисхана. Этот фундаментальный труд был закончен в 1316 году. Он охватывает тюркскую историю с древних времен, включая происхождение и места обитания племен, родословные каганов, легенды и мифы. Спустя 700 лет книга выходит в свет в переводе на казахский язык с подробными комментариями. Перевод книги Рашида Аддина «Джами Атауарих» на казахский язык – это действительно историческое событие. То же самое можно сказать и о книге Бекасыла Бебулатулы «Зигзал». Эти труды имеют общее национальное значение. Подобный перевод можно смело назвать конкретным результатом реализации программы главы государства Рухани Жангру. Одними из главных задач программы является духовное возрождение нации, сохранение национального кода и исторического сознания. Сегодняшняя презентация – яркий пример достижения этих целей. Впервые подобные издания переведены напрямую с персидского языка на казахский. Это большой труд наших ученых, переводчиков и лингвистов. Труд был написан на персидском языке. Его использовали в своей работе ученые Жалаири Бахадурхан Шакарем Кудайбердиулы. Тем важнее и волнительнее этот исторический момент для миллионов тюркских потомков. Не менее ценное произведение – двухтомный труд «Зигзал». Он повествует о духовном сознании и традициях казахского народа. Его автор Абекасыл Бебулатулы жил на рубеже 19-го и 20-го столетий, но оригинал записей нашли лишь в 2000 году. Книга «Зигзал» широко освещает древнюю историю казахского народа. Изучая его, можно узнать о том, как развивалась культура наших предков. Мы должны отметить неоценимый вклад члена религиозного совета при Духовном управлении мусульман Казахстана, тюрколога Зари Паил Разбая, который занимался переводами. После издания Международной Тюркской Академии этих величайших трудов можно быть уверенными, что они никогда не будут потеряны. Анжела Гарипова, Омар Бек-Изимов, Хабар-24, Астана. На этом у меня все. Далее наш эфир продолжит программа «Круглый стол» и я передаю слово Рахиму Ушакбаеву. Добрый вечер, коллега. Добрый вечер, Сергей. Смотрите нас буквально через несколько минут. Я взял замклабленный. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас в эфире программы «Круглый стол» с Рахимом Ушакбаевым. В своем послании народу Казахстана глава государства поручил внедрить новые подходы к территориальному развитию страны. Их ключевой посыл – это переход от модели инфраструктура к людям к модели люди к инфраструктуре. И сегодня мы поговорим о том, как будет проходить урбанизация в Казахстане и в то же время решаться проблемы не только больших мегаполисов, но и моногородов и сел. И в нашей студии самые, я думаю, компетентные гости в этой теме – это Даурен Жумайбек, директор департамента территориального развития Министерства национальной экономики, и Эльберт Павлович Рау. Добрый вечер. Депутат Можилиса, член Комитета по бюджету и финансам, и я от себя скажу такой легендарный Аким города Лисаковска, который в реальности знает, какие проблемы стоят перед моногородами. Коллеги, процесс урбанизации не остановить, сказал глава государства в своем послании, поэтому давайте напомним нашим зрителям, какие поручения глава государства дал в рамках своего послания. Пожалуйста, видео. Надо обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны. На сегодня экономики развитых стран в большой степени представлены глобальными городами-мегаполисами. Футуристы говорят, что в мире будет 600 крупнейших городов, именно между ними откроется конкуренция между государствами. Поручаю разработать до 1 сентября 2019 года прогнозную схему территориального пространства и развития страны до 2030 года. Это и будет новой картой управляемой организацией страны. Итак, два знаковых документа поручено разработать правительству. До 1 сентября следующего года это прогнозная схема территориального пространства и развития до 2030 года. И второй документ это прагматичная программа развития регионов. До 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования. Напомню, что сейчас у нас есть два документа, которые к 2020 году уже истекают. Это прогнозная схема, которая была принята в 2011 году. И в 2014 году была принята единая программа развития регионов до 2020 года. Вот, Даурин, к вам сразу вопрос. Сейчас, если можно кратко, из чего сейчас состоит государственная политика пространственно-территориального развития страны? В нашей стране есть система госпланирования, так называемая. И там в плане региональной политики есть самый главный документ это прогнозная схема территориального пространственного развития. Она была принята в 2011 году. И она является документом первого уровня. Соответственно, все остальные документы второго уровня, то есть госпрограммы, они должны исходить и соответствовать положению прогнозной схемы. Это случается, а не соответствует? Ну, здесь есть, конечно, определенные вопросы. Я хотел бы просто вкратце сказать, что наша программа развития регионов, это документ орумывания до 2020 года, это только один из многих документов. На самом деле, в реализацию прогнозной схемы, все остальные государственные программы, я имею в виду, допустим, ГПИР, НОРЛЖОЛ, Государственная программа индустриально-инновационного развития. Индустриально-инновационного развития. НОРЛЖОЛ, НОРЛЖЕЛ. В какой степени они скоординированы по инструментам? Программа развития занятости массового предпринимательства. ДКБ. Это все программы, которые реализуются в регионах. И они напрямую влияют на развитие регионов. И программа развития регионов, она была принята в 2014 году. И она была принята путем интеграции пяти других программ. Хорошо, тогда сразу вопрос. Понятно, что они уже истекают, их необходимо актуализировать, но глава государства акцентировал, что нужны новые подходы. Что не так сейчас с действующими программами и вообще с госполитикой развития регионов? Нужны новые подходы по той простой причине, что он еще сказал, что НОРЛЖЕЛ, НОРЛЖЕЛ, надо второе дыхание дать. В общем, с нашей программой развития регионов, то есть это все в комплексе. В нашей программе развития регионов, я просто хотел обязательно, чтобы люди знали, внутри бывшая отраслевая программа Ахбулах, это водоснабжение, водоотведение, модернизация ЖКХ, у нас была жилищная строительство, но сейчас она в НОРЛЖЕЛе. То есть это такая коммунальная... Доступное жилье 2020. Да, доступное жилье 2020, которое было внутри нашей программы, сейчас она отдельно в НОРЛЖЕЛе. Хорошо, на эту программу потрачено 1,4 триллиона тенге, правильная цифра, да? Да. На нашу программу развития регионов до 2020 года в совокупности 1,4 триллиона тенге. 1,2. А, 1,4, правильно, я имею в виду за 15-17 год. Сумма не впечатляющая, да, Альберт Павлович? На регионы? На регионы надо тратить больше? Нет, ну, знаете, тут вопрос бюджетных взаимоотношений, это вообще отдельная тема. Я просто, пользуясь случая, хотел бы сказать, сегодня мы жили с парламентом, я думаю, в новостях сегодня это было, принял бюджет на 19-21 год. И что надо отметить, те все поручения, которые президент давал в послании, они сегодня в бюджет сели. То есть к первоначальной сумме, когда мы начинали бюджет рассматривать, их сегодняшним, 327 миллиардов добавлено только к 2019 году. Как раз все, что поручили, то есть сегодня все поручения президента уже имплементированы в трехлетний бюджет. И это, ну, как бы вдохновляет в том плане, что там и вода, и дороги, и развитие малого-среднего бизнеса, и строительство дополнительных объектов образования. Это в любом случае, как вот сейчас Дурин сказал, это в любом случае региональная политика. Но из вот тех слов, которые сейчас, вот президент, выдержку делали из посланий, я все-таки хотел бы обратить внимание, что он поручил, что каждый регион и крупный город должен развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого экономического роста и занято с учетом имеющихся конкурентных преимуществ. Это значит, я просто, вы знаете, я сторонник стратегического управления, имеется в виду, что действительно каждый город, но город это не Аким с командой в тиши кабинетов, а вместе с бизнесом, с теми людьми, которые там живут, должны определить эти конкурентные преимущества. В каком документе? Вот сейчас у нас есть программа развития территорий, которая утверждается решением Маслихатов. Но есть мнение экспертное, что это такие очень рамочные документы, и под них, как правило, нет денег. Вот, к сожалению, у нас очень, нет, но все-таки, смотрите, давайте, наверное, еще раз, вот мы с вами, как коллеги по министерству, мы с вами привыкли говорить о борьбе за инвестиции между странами, между регионами, но мы иногда забываем, что вообще-то во всем мире охотятся за людьми, то есть за специалистами высокооплачиваемыми. Соответственно, чем выше у него уровень, хоть это врач, хоть учитель или там бизнесмен, да, он ищет, где ему спокойнее, где ему лучше жить, комфортнее и так далее. Поэтому, наверное, исходя из этого, надо понимать, что новые подходы стоят в том, это следующий посыл президента, когда он говорит, четко выработать стандарты от опорных сел, моногородов, малых городов и регионов. То есть, при том, при всем, что есть общая политика в государстве, чтобы человек мог получить какую-то государственную услугу, независимо, где он находится, но мы понимаем, что при наших просторах это очень трудно сделать. Поэтому, наверное, все-таки один из моментов, который президент поручил, это надо четко градировать. Хорошо, тогда давайте резюмируем. Новые подходы, что сейчас однозначно, в первую очередь, это в том, что все-таки будет проходить концентрация населения в городах, будет проходить неизбежный процесс урбанизации. И поскольку акцент на этом делается, в инвестиции, в госполитике, соответственно, эта урбанизация должна проходить в более приемлемом цивилизованном варианте. Потому что она с нами и без нас будет происходить. Есть экстремальный вариант, я не знаю, в Бразилии, где люди приходят за рода и создаются... Зачем? Остану возьмите, когда приехало много молодежи, бум рождаемости, просто физически не успевали встроить те же школы, детсады. Благо ГЧП появилось, детсады разрядили обстановку, какие-то новые инструменты. То есть я для себя понял, что будет стимулироваться внутренняя миграция населения в городах. Ее можно и не искусственно стимулироваться, а она идет стихийно поддерживаться. Вопрос такой, что наши города не успевают, скажем так, они не успевают. Люди реально приезжают в города, реально. Даже по Астане, вы же видите, что детсадов не хватает, допустим, и так далее. То есть рабочие места, чтобы города были готовы. Тогда получается такое, если не опережающее, то более-менее своевременное строительство инфраструктуры в городах, которая должна быть готова к наплыву. Это там, где развивается миграция. К объективному процессу миграции населения, урбанизации населения. До этого времени в документах было иногда вот такое допущение, знаете, с одной стороны полюсное развитие, развитие полюсов, концентрация, с другой стороны сбалансированный регион. Они чуть-чуть уже противоречат. И когда говорят новый подход, это вот и сделан конкретный акцент на новой карте урбанизации. Хорошо. Вот первый новый подход условно, да, первый, то, что мы с чем согласны. Второй, это разработка системы региональных стандартов для различных населенных пунктов, о чем вы говорили, опорные села до городов республиканского значения. Их будет, безусловно, разрабатывать наверняка правительство, да, в вашем лице, в Министерстве национальной экономики. Да, я думаю, что в первом квартале следующего года мы совместно с другими министерствами, совместно с приказом примем. Третий блок. Строительство новой школы, детсадов, больниц следует синхронизировать с планами по развитию населенных пунктов. О чем мы тоже уже, собственно, начали говорить, да. То есть здесь, наверное, Рахим Сокрович, надо еще, наверное, понимать, да, что есть еще одна задача, которую президент поставил, это повышение производительства труда в аграрном секторе. Это в любом случае неизбежно придет к высвобождению рабочих рук. С одной стороны, массовое предпринимательство на селе должно этих людей занять, но с другой стороны, в любом случае неизбежна вот эта миграция. Правильно? Да. У нас на селе живет 43%, понимаете? Для казахстанской экономики нужно, чтобы 46% населения занималось сельским хозяйством. Они не занимаются сельским хозяйством. Можно я поспорю? Есть официально 43%, но есть так называемые города третьего уровня, которые по образу жизни, по развитию инфраструктуры, они принципиально ничем не отличаются от деревни. Есть. Плюс мы увидели противоречие, там есть требование, чтобы городом назывался населенный пункт населения свыше 10 тысяч, но есть очень много городов, которые меньше 10 тысяч. В Америке есть 5 тысяч, но там есть промышленность, разная инфраструктура, и он считается таоном. Нет, 10 тысяч это не единственное требование. Хорошо. Так вот, если мы берем официально 43%, если мы условно включаем туда города третьего уровня, которые по развитию инфраструктуры не отличаются от села, то мы получаем уровень урбанизации, вернее, 56% населения Казахстана живет. Это уже Талап, наверное, посчитал. Да, безусловно. Ну, это мы смотрим с точки зрения не только юридической, но и экономической сущности. То есть, соответственно, вывод оттуда какой, что уровень урбанизации в Казахстане сейчас достаточно низкий? Нет, я бы так не сказал. Он низкий. 44%? Официально 44%, но все-таки люди приезжают в города, и я думаю, статистика это не всегда улавливает. Проблема не в том. Дело в том, что 40, вот вы говорите, 10 тысяч, да, это не единственное требование. Хорошо, ладно, не будем про требования, давайте мы... Две трети должны не сельскохозяйственные деятельности, включая жены, детям, детям, детям. Хорошо, теперь давайте мы понимаем, что невозможно развивать одновременно все и вся, да, то есть вот в принципе мы декларируем, что у нас должны быть соответствующие стандарты для всех населенных пунктов, но по факту у нас 27, если не ошибаюсь, моногородов, которых ситуация достаточно, ну, не очень позитивная. И вот, Альберт Павлович, вы задавали, мне кажется, очень замечательный вопрос на парламентских слушаниях вице-премьеру Ерболату Хребековичу Досаеву про город Аркалык, в котором запасы бакситов, добываемых градообразующим предприятием, осталось всего на 2-3 года. Вот исходя из вашего опыта управления, там, городом Лисаковский, если вот вы были сейчас Акимом Аркалыка, что можно сделать? Ну, это же объективная данность, что ресурсы экономически истощаются. Ну, я, во-первых, считаю, что здесь нужно, здесь вот, наверное, еще, Аркен Сокенович, я сейчас отвлекусь, да, чем, наверное, надо понимать, что в каждом городе, в каждом районе ситуация разная. И, наверное, одними и теми же инструментами очень трудно решить. Нет простых решений, однозначно. Нет простых решений, да. Я все-таки, ну, вот я сейчас, наверное, перед этим говорил, да, вот есть хороший опыт Текили. Уходил Косынк с Текили, не оставил под себя выжженную землю. Сделал рабочие места в переработке продуктов сельскоязя, какие-то теплицы, да. Ну, вот было, да, такое. Допустим, у меня опыт в Лисаковске, когда Арселор пришел, а это был единственным возможным, чтобы комбинат городообразующий вышел, поскольку Арселор единственный потребитель продукции, но он сразу хотел тысячу человек выкинуть на улицу. У меня уже три тысячи было, да. Но тогда в виде грантов, в виде грантов на организацию рабочих мест, он выделил под 600 уволенных, он выделил реальные деньги, фонд развития малого города, бизнес, и все рабочие, и были все трудоустроены. Поэтому первое, что я считаю, это должен Арселор, извиняюсь, ЭРГ, должно здесь проявить такое понимание и все-таки оставить после себя нормальное наследие, чтобы люди вот эти высок квалифицированные, как вначале сказал, да, не разъехались по другим городам. Сегодня дефицит на хороший кадр. Что ЭРГ может сделать? Надо ту базу, которая еще у ЭРГ остается, надо ее перепрофилировать, надо там реально остаются запасы белой глины, надо там делать керамику, она сегодня, она возможна, да. Там есть возможность увеличить переработку. Я знаю, что в Акимобласти такие планы есть, но я считаю, что здесь без целевого, вот как я сказал, за то, что инвестор приходит в Аркалык, ему доплатить надо. Это не для красного столбца. Компания наверняка обратится обоснованно за господдержкой. Ну и нормально. И какие инструменты господдержки тогда видите? Вот в том же, в тех же, значит, они называются новые земли ГДР, я видел депрессивные города в ГДРе, когда там вообще безработица повыше, чем у нас, и до сих пор, кстати, все еще не решены. Там реально дают премию за организацию каждого рабочего места. Ни льготные кредиты, ни грантам 3 миллиона, там реально доплачивают за организацию рабочих мест. Хорошо. Вот есть экстремальный пример города Жаназень. Два года назад Национальная палата предпринимателей делала там очень интересный проект. Я тоже один раз приезжал, видел. Видно, что Моногород средняя заработная плата, там порядка в тот терминал 350 тысяч тенге. Узень Моногази средняя заработная плата 450 тысяч тенге. 12 тысяч занятых рабочих мест создается. Население города растет, несмотря на то, что он Моногород. Компания получает там несколько сотен миллиардов тенге убытков за счет того, что она финансирует вот эти рабочие места, которые, скорее всего, не в полной мере, наверное, нужны были бы. То есть можно поддерживать жизнь в Моногородах и достаточно такой развивающейся, но за счет государственных субсидий. Это правильный путь? Нет, вот искусственное точно не должно быть. Долгосрочной перспективы нет. Нет, но мы здесь должны, вот я как ГДР приводил вам сейчас пример, мы должны понимать, что мы до сих пор еще не все раскребали. В 90-е годы, конечно, в остроту кризиса многое, что называется, закрылось, оптимизировалось само по себе. Но вот как раз такие примеры, как Аркалык, когда заканчивается минеральная сырьевая база, и надо принимать какие-то точные решения. Это все равно неизбежно. Государство не может там оставить. Как я всегда говорю, Аркалык – это центр культуры, ой, извиняюсь, образования, здравоохранения для целого Тургайского региона. И вообще города, при всем, при том, что урбанизация и мегаполисы растут, все равно города, каждый для своего региона, таким центром является. И это неизбежно. Хорошо, тогда мы можем резюмировать, на чем мы согласимся, что у нас 27 моногородов, проживает 1,4 миллиона человек, и у каждого моногорода там своя специфичная история. Ее нужно решать в индивидуальном порядке. Я хотел бы, знаете, что сказать. Вот мы недавно на заседании правительства переутверлили, ну, одобрили, да, программу развития регионов. На самом деле мы там уже некоторые новые подходы применили. Мы применили такой термин, как FGR. Ну, по-английски это functional urban areas, это ОСРовский термин. Мы его применили к нашим. Но мы чуть-чуть изменили, в том плане, что мы рассмотрели города. В чем он заключается, FGR? FGR это город, и вокруг него смаятник, эмиграция, ареал. В отношении моногородов. В отношении моногородов, теперь смотрите. У нас, в нашем городе, то есть не городе, в лесу улики, да, мы выявили 22 города с личностью населения более 100, да. Из них, ну, ладно, в 18-м это, это 4 моногорода, да. Но в составе FGR еще, ну, мы вместе с малыми городами смотрели, где-то 22 малых и моногорода в составе FGR. Всего малых и моногородов 68. То есть вы видели, я прошу прощения, не совсем понял, вы выделили некую ОСРовскую субстанцию, называется FGR. Да. Да, соответственно, в нее отнесли 22 города, которые входят и моногорода, и какие-то малые города. Почему мы ее выделили? Потому что большинство населения к 30-му году, это более 80%, вот этих FGR будет жить. Понимаете? Вы будете развивать эти FGR? Мы не то, что развивать, мы должны быть готовы их развить, потому что большинство там уже приедут, люди все там будут жить. И, соответственно, эти FGR, они должны быть успешны. Хорошо, давайте, чтобы… Я к тому, что есть определенные градации моногородов, те, которые имеют перспективу, потому что они вблизи… А вы можете, кстати, назвать, какие моногорода имеют перспективу, которые не имеют перспективу? Ну вот те, которые в составе FGR, они могут, они имеют перспективу, по той простой причине, что большой город рядом, да. Вот из 27 сколько там моногородов? Из 27. Допустим, Рудный рядом с Кустанаем, Рудный имеет перспективу, потому что руды на 100 лет. Я понимаю, есть вопрос, потому что это такой случай, когда руда закончилась, и Тургайское боксидное управление. Вопрос стоит, что дальше будет. Я думаю, что тот же Аркалык, он же далеко... Он входит в ФГР? Нет, потому что там в советское время сколько жила, а сейчас сколько живет. Это было искусственно тогда создано. ВПК, эти советские ракеты в Державинке, это отдельная история. Просто моногорода это наследие советское, потому что возле месторождения строили города. Хотя должно быть наоборот. Хорошо, давайте по теме моногородов. Скажите, я хочу резюмировать, чтобы... Я все равно остаюсь перед собой. Есть ли созданы комфортные условия? Вот те же мои землекелесоковцы на Тенгиз ездят, на Кашагане работают, в Россию ездят на вахты. Все нормально, зарабатывают, ему здесь комфортно. Он приезжает домой, там все условия есть, он не выбирает даже другие города. Ему здесь комфортно. Это однозначно? Это да, это нормально. Люди живут там, где хорошо. Вопрос нет, где найти деньги устойчиво, чтобы там было всегда хорошо. Но Лисаковск недалеко все-таки от областного центра. Ну согласен. 100 километров не расстояние. Приграничный фактор тоже... Хорошо, давайте по моногородам. Все-таки мы хотели немного сел обсудить, но буквально осталось 5 минут. Опять я присвоим, да. Вот то, что президент сказал, каждый должен свою модель. Это должна быть модель не Акимата, это должна быть модель всего города. Когда вовлечен бизнес, когда создаются ему нормальные условия, когда ему комфортно жить и работать. Вы сами же говорили, допустим, да, весь малый бизнес в моногороде, он живет за счет того, дадут заработную плату на этом монопредприятии, малый бизнес задышал. Задержки заработной платы, соответственно, у них начинается книга, которую они записывают долги. Это точно не должно. Архим, когда мы делаем республиканские дороги, о чем президент сказал, да, сейчас все заканчиваем. Вот, кстати, последний участок касался междурудным как раз и Лисаковском. На целой трассе Астана-Октобе, да. Так вот, когда мы строим коммуникацию, мы облегчаем коммуникацию для бизнеса, чтобы доставить свои товары, услуги на общий рынок. Друзья, давайте перейдем к селу, по моногороду, если позволите, я себе тогда вывод такой сделаю. 27 моногородов, 1,4 миллиона человек. У каждого моногорода должен быть отдельный специфичный подход. Простых, неоднозначных решений здесь нет. Либо переселяем, либо оставляем перспективно, не перспективно. Да, но развитие экономической базы ставим все равно вперед. Да? Ну, безусловно, безусловно. Мне кажется, пока государство может поддержать, безусловно, нельзя бросать людей. Нужно обеспечивать минимально приемлемый, как минимум, приемлемый стандарт уровня жизни практически в любом населенном пункте. Да. Теперь в оставшееся время, буквально 3 минуты, у нас остались села. Что у нас с селами? Ну, вот смотрите, села у нас, условно, 600, на самом деле, 6500 сел. Из них, допустим, есть около 2000 тоже с гадом сел, где живет всего 2% населения. А сел меньше 200 человек. 2% населения сельского населения. 98% живут в остальных там 4000 сел. То есть тут тоже есть определенная градация. Мы должны понимать села, что есть определенные села, которые… Но вот в 2016 году утвердили, соответственно, 4 критерия по определению потенциала сел. И перспективность. Да, то есть экономический, инженерная инфраструктурность, социально-экологический. Вот есть высокий, средний, низкий. С баллами, да. И вот эти 6500 сел, они теоретически, вами уже должны были распределены быть по потенциалу. Мы ежегодно их распределяем по потенциалу. Но эта информация не публичная. То есть мы не смогли ее найти в интернете. Давайте вот так, опять же. Я сам в селе родился, до 7 класса там прожил, да, и там приезжаю. Но здесь очень просто. Если там отдаленное село надо… Ну еще лет 15-16. Президент популярно людям объяснял, когда все. Он говорит, ребят, не то, что мы вас там закрыть хотим. Просто к вам не поедет учитель, не поедет врач. То есть при всем нашем желании мы не сможем вам таких условий создать. И поэтому, естественно, сегодня надо инвестировать. Вот сейчас приезжаешь… Вот сейчас тоже перед передачей говорили. Приезжаешь, что людям нужно? Вода и интернет. Вот знаете, вот сплошняком по селу Мир. Сейчас все в Казе были, вкусная школа. Вот всем нужен интернет. Вот понимаете? То есть с одной стороны. Поэтому надо понимать, что все равно концентрация будет. Они четко и Минсельхоз, и этот определили опорные вот эти села. Я думаю, там альтернативы нет. Все равно вокруг этих опорных сел будет все собираться. И учителю будет там, значит, условий какой-то фельдшерской, акушерской пункты, очаг культуры. И интернет. Интернет. Да.